Недавно я обратил внимание, что существует три способа взаимодействия с клиентами. Их определяет, собственно, исполнитель услуги, мастер или продавец. И первый способ – это отношение к клиенту как к бедному человеку. Соответственно, идет минимальное предложение услуг, страх, что клиент сейчас скажет «дорого» и развернется и уйдет. То есть человеку не предлагается качественный продукт, ему предлагается минимально возможный продукт. И, соответственно, лишь бы его продать, и при этом, чтобы клиент получил результат. То есть очень важно, чтобы клиент получил результат. Соответственно, исполнитель услуг получил такое одобрение, что вот я молодец, я ценный, я могу, я достоин. быть, жить в этом мире. И так как акцент идет на результате, постоянно идет переживание за этот результат, и у исполнителя постоянно это вызывает напряжение. То есть он прибывает напряжение, что приводит к выгоранию. Второй вариант. Второй вариант – это удовольствие. То есть когда исполнитель думает об удовольствии клиента. То есть он предлагает максимально необходимый клиенту, но не более чем необходимый, пакет услуг. То есть то, что действительно нужно. То есть он анализирует потребности клиента и предлагает ему такой продукт, чтобы закрыть прямо на 102% эти потребности. И здесь акцент идет именно на получение удовольствия от процесса. У исполнителя идет акцент на получение удовольствия от процесса. А результат как таковой не особо важен, но по умолчанию он получается. То есть результат обычно по итогу есть, и клиент доволен. Потому что в процессе есть удовольствие. Когда в процессе есть удовольствие, результат всегда есть. И третий вариант – это такой болезненный подход из дефицита. Выжать из клиента как можно больше денег. То есть предлагается максимум. Без разбора, нужно это человеку или не нужно. Кто-то покупает, потом думает, куда мне это девать. Ну то есть это по сути впаривание. И акцент исполнителя тут – это деньги. То есть получить побольше денег. Заработать. Потому что дефицит, потому что много не заработаешь. Нужно как больше, больше, больше содрать. Там могут и обманы подключиться. Качество продукта в принципе иногда бывает нормальным. Но чаще всего на нем акцента нет. Поэтому продукт чаще всего посредственный. И эти три способа, они выбираются не сознательно. Они определяются травмами. То есть в первом случае это самообесценивание, что я слабый. И мне нужно доказывать, что я могу. А последний случай – это из дефицита. То есть я живу в дефиците. Страшно, что сейчас останусь без еды, без средств существования. Соответственно, нужно содрать побольше денег. А второй, когда всем кайфово, все получают удовольствие. Здесь как раз таки нет никаких травм. И вот оно здоровое отношение на равных. Я и ты. То есть мы на равных. То есть человек-человек. Эти травмы определяют отношения не только с клиентами, коллегами или работодателем. Но и со всеми другими людьми. Посмотрите на себя, как вы относитесь к другим, как вы любите, как относятся к вам. И сделайте выводы.